что-то погода блин подпортилась да не ну у нас зима все равно солнечная просто как-то так как-то хмуро стало да дочь намечается кстати по-моему мама говорила на четвертом нет на надо смотреть я не знаю сейчас мы что-то говорим посмотрим если будем стоять а Сашенька, почему ты без кофточки, Зайка? Надо надевать кофточку, а лучше шапочку и кофточку. Привет, ребята, как бодрость духа. Работают все радиостанции страны. Студент возвращается с работы и делает доклад по полной программе. Приветствуемся. Всем привет. Отставьте. Громко приветствуемся. Всем привет. Чтобы было слышно на той стороне. Ну что там сегодня у нас по плану? Сегодня у нас было очень неприятное происшествие. И вообще, в общем, я очень разочарована. Ну не то, что я, не то, что разочарована. В общем, он был достаточно, ну, милым мальчиком, так скажу. Он, конечно, приставал с какими-то этими ко мне расспросами. Ему очень нравилось, что он знает несколько слов на русском. В общем, речь идет о ситуации в нашем классе, которая сегодня сражилась. Ну, я скажу, ладно, по порядку. На прошлой неделе у нас был тест. Я дружу очень давно с одной девочкой. Дружу на какой... Девочкой? Девочка немножко старше меня? Ну, девочка. Ну, уже все девочки. Все девочки, да. Ну, вот. Мы с ней давно дружим. Мы дружим на основе того, что она была, скажем, первой... Первой моей подружкой в США. Наши дети учатся в одной школе. Наши дети даже учились в дочке в одном классе в один год. В общем, наша дружба достаточно долгая. У нас хорошие, прекрасные, хорошие отношения с ней. Она сама из Египта. У них трое деток. Они очень давно здесь живут. Ее муж здесь с детства. Ее он сюда привез в жениться. Он за невестой ездил к себе в Египет и привез ее в жениться. Ну, суть не о том. Сейчас мы вместе с ней учимся в классе по чтению. Ну, я его называю класс по чтению. Ну, это чтение. Ну, чтение, да. С нами учится мальчик. Он достаточно мород. И просто мне непонятно, как он такой молодой, но уже настолько вот... Гнилой. Да. Ну, я бы сказала другое слово, конечно. Но гнилой тоже отражает его существо. В общем, она... И причем он ее соотечественник. Он ее соотечественник. Вот что у меня больше, даже где-то может... Да ты знаешь, русский я тоже. Русскому, знаешь, готовый подгадить очень хорошо. В общем, сегодня мы... Но мы не такие. Обсуждали тесты. Нам учительница раздала результаты еще плюс этого. Обсуждали тесты, учительница нам раздала еще наше сочинение на руки. Мы увидели наконец-то свои оценки за второе сочинение. Ну, это большое сочинение, от которого тоже многое зависит в оценке, но не факт. И ты получила? 96 баллов из 100. Это A. Это A. A это по советским меркам 5. Или по нынешним, наверное, 10 баллов. Я тебе больше скажу. То, что я имею 96 баллов у профессора Бринкса, моей дорогой, любимой, это для меня то же самое, что выиграть олимпийское золото. Итак, ситуация какая сраживается. В общем, Сахара, так зовут мою подружку, но я скажу ее имя, она воспользовалась телефоном на тесте. И этот маленький гаденыш это заметил. Мало того, что он это заметил, он сфотографировал ее в момент, как она во время теста, блин, смотрит в телефон. И сегодня, тихонько, на весь класс, этот паразит начал говорить, что, мол, я видел, как ты на тесте. И говорит это специально громко, мне кажется, чтобы вот прям не то, что наш учитель узнал об этом, чтобы еще из соседнего кабинета пришел учитель и спросил, кто смотрел в телефон у вас на тесте? Вопрос, он когда фотографировал с телефоном, он что делал с телефоном? Или он, блин, поворотно фотографировал? Не знаю я, что он делал. Ну, короче, она, Сахара, женщина впечатлительная, такая же, как и я. Она, короче, сразу стала нервничать, говорит, пожалуйста, типа удали фотографию. За это ты уже рассказывала, что может быть? За это может быть репорт, за это может быть, ну, очень много вплоть до выхода, исключение из колледжа. Это, ну, да блин, я как вспомню эту ситуацию, меня же переворачивает. Ну, что за человек такой, да? В общем, мы сидим рядом, я вижу, что она очень расстроена. Она, конечно, заступится за себя, она как бы, ну, не то, что заступится за себя, ну, как-то мне кажется, что этого человека надо, ну, было осадить. Мы вступили с ним в сровесную перепалку. Я ему сказала, что он вообще на тесте должен не таблон крутить и смотреть, кто что делает, а смотреть сугубо в свою бумагу и заниматься своей работой. Он опять громко повторяет, что он видел ее с засмотрением в телефон, и он имеет фотографии. Зачем ты об этом всему классу сообщаешь? Удивительный ты наш, блин, везде смотрящий. Ну, подключились еще две девчонки, да? Тоже ему говорят, удали фотографию. Короче, когда он понял, что учительница, уж не знаю, она делала вид, что она на запасных путях, она не вступала в нашу беседу, но беседа уже приняла громкие обороты, это все было на весь класс, все были на очень больших эмоциях. И мне кажется, что с ее интеллектом она догадалась. И тем более, когда говорят имя, да, кто списывал, откуда списывал и что делал. И что есть как бы доказательства, грубо говоря. Ну, фотография-то как доказательства, да? Вот. Ну, она, в общем, дальше работала. Просто сегодня по сочинению она индивидуально с каждым человеком разговаривала. Ну, вот. В общем, когда он понял, что он как бы как ображался, он так поднял руки, типа, да, типа, ребята, да я просто шучу, типа. Но до этого он сказал, что я буду шантажировать ее. Когда она в очередной раз, типа, попросила, что удали фотографию, он сказал, что, типа, я не удалю, я буду тебя шантажировать. В общем, по итогу там еще одна женщина подключилась в эту беседу. Она тоже, скажем, среди таких вот, ну, достаточно юных ребят, она тоже уже такая, скажем, ну, взрослая, как вот, как я, как она. Вот. Мы, короче, начали на него давить. Он, да я тут просто пошутил, чего вы тут все там, тыры-пыры. Но по итогу он же нам не показал, что он удалирует фотографию. Мы же не можем отобрать у него телефон и настучать ему по голове. Блин, хотя желание, честно говоря, было. И ситуация просто закончилась тем, что он сказал, что, ну, я просто шутил. Мы ему, опять же, сказали, какие-то шутки, если ты видишь, что она настолько расстроена, она готова заплакать, блин, ну, разве так можно? В общем, мы пытались призвать к его совести. Ну, как я понимаю, что это просто вот, что если бы я, наверное, до стенки пыталась достучаться, да, то я бы, наверное, быстрее какой-то результат бы имела. Давай уточним. Он приехавший и интер-студент, или он живущий? Нет, он интернешнер-студент. Просто не хотелось бы, чтобы сейчас начали говорить, как любят говорить, что все американцы штукачи. Нет, он... Как раз-таки вот он не американец. Не американец, он приехал по студенческой визе. Я знаю всех, кто у нас, скажем, по студенческой визе, кто не по студенческой визе, ну, не то что знаю. В КРАСе это все, все время обсуждается. Очень много делается с каких-то там, ну... Ну, у вас очень много разговоров о себе, вы рассказываете, обжидаете. И поэтому, допустим, я знаю мальчика, который передо мной сидит, да, он... Он, да, он студент second language, у него английский не родной, его сюда везли ребенком, но он, короче, видимо, завалил вот этот какой-то тест, когда поступал в колледж, и его отправили добирать английский. Ну, я для себя так понимаю ситуацию, почему он, приехав сюда ребенком, все равно берет как English Second Language. Ну, блин, ну этот паразит, ну он реально просто, ну, ну нет слов. Приехал учить. Да, он приедет. И едь домой. Да, и не мешай, пожалуйста. Людям жить. Ну, как-то... Хорошо, пускай ты пошутил, пускай ты хотел, может, как-то типа там сказать, да я тебя видел. Ты видишь, что она уже расстроена до такой степени, что она там, ну, реально уже плакать собралась, да. Ну, прикрой ты свой рот, займись своими дирами. При этом до этого, перед тестом, главное, да, мы все стояли в коридоре, разговаривали. Ну, да, он всегда во всех беседах участвует. Он достаточно... Я не могу назвать его каким-то мер... Ну, скажем, есть люди, которые просто неприятные, да. Он нормальный общительный, он любит поболтать. Как говорят уральские пельмени, что же за мерзопокостная семейка у вас такая? Вот реально про него хочется сказать. Так, ну, что же ты за мерзопокостный человек такой? Ну, и я, в общем, не думаю, что в следующий раз мне захочется на переменке постоять с ним поговорить. Почему я говорю, что он придавливался ко мне? Недавно же этот какой-то там супер бой был, и он ко мне прискакал, ну, вот у нас на следующий, по-моему, день был. Ты смотрела? Я говорю, да не смотрела. Как ты не смотрела? Я говорю, да потом там русский парень какой-то выиграл, кому-то навалял. Он из Дагестана, по-моему, или что? Ну, в общем, для меня это... Я вообще-то, как ты не смотрела это? Я говорю, ну, вот так, потому что я не смотрю, мне неинтересно. Ну, как это? Он же на русском, говорит, я говорю, да мне... Ну, хотела сказать ему, что он не все равно, более в такой развернутой форме, что он там делает этот парень. Ну, в общем, сегодняшняя ситуация просто меня, ну, убила просто. Вот такой маленький влог. Ты хочешь еще добавить? Да, я хочу рассказать о другой ситуации, когда мы были на Бикинг Ревер в чтении. У нас была ситуация на файнал-экзамене, когда уже половина краса начала задавать нервную систему. И мы жестами у друг у друга спрашивали, ты там на номер два, какой ответ выбрал? И, блин, ребята друг другу подсказывали, да, это тоже как бы бывает. И поэтому... Короче, помогали, и взаимовыручка была по полной программе. Да, да, помогали. И никто никого не сдал. И никто не бегал и не кричал, я тут тебя, блин, зафоткал, я тебя запрактикал. Ну, боже, ну, это просто... Вот это, наверное, понимаете, это получается, есть нормальные люди, есть ненормальные. И вот он как бы в компанию нормальных немножко не попал. Как говорится, в семье не без урода, так и в нации, и в любой, и везде. Ну, в общем, он себя, я говорю просто... Бочки меда, ложка, дегтя. Нет, я бы сказала, он не дегтя. Ну, вы поняли. Ну, воздерживайте. И главное, что такой же молодой. Ну, как он может быть таким испорченным в столь юные года, блин, но... Фу-фу-фу. А вот на граммар-класс мне мальчик Дональд очень хорошо помог. Он тоже очень юн, и он всегда меня спасает в каких-то вопросах, когда я не разбираюсь с компьютером. Он просто подходит мне, нажимает какие-то кнопки, и все работает. Ура-ура-ура. Вот. Такие дела. На этом все. Бай-бай. Бай-бай. Это был... Не встречайте плохих людей на вашем пути, чтобы вам не встречались такие мерзопакостные люди. Калежский влог, который не про учебу, а про то, что бывает в процессе учебы. Вот так вот. Бай-бай. Бай-бай. Ну, ты понимаешь, какое, да? Говорит, снял он тебя, блин. Ну, я же тебе тамщу. Мы же будем писать еще два теста, да? Он у меня будет под таким бдительным контролем, что я телефон поставлю и буду снимать. Ты возьми нашу камеру. Один на голову и на него. Казма такого, понимаешь? А мы же сидим. Я сижу вот так. Он сидит вот так. Он же тогда мне показал пальцем на эту. Я ему палец показала, куда ему смотреть. Понимаешь, она другая. Она хоп, да? Может, если бы он мне такое сказал, да? Я бы ему сразу же... Типа... И голубка. А она... Она испугалась. И он, просто, как животное, он видит, что она... Вот знаешь, как люди, которые, типа, я тут, блин, бросили им колец, а он бросили им фотографии, блин. Начал свое эго покатать. Вот я тут все, блин. Ну... Субтитры сделал DimaTorzok